Всем приветики! С вами Мелис, и сегодня у нас новая игрушечка под названием Marta is Dead, то есть с перевода Мёртвая Марта. По сюжету это мрачный психологический триллер от первого лица, события которого будут происходить в 1944 году в Италии. В фоне обострения конфликта между немецкими и союзными войсками находят осквернённое тело утонувшей женщины, именно этой героини Марты. У Марты есть сестра-близнец Джулия. Она дочь юного солдата и тому подобное, и как бы, я так понимаю, мы будем за неё играть, нам нужно будет справиться с этой психологической травмой, с этими эмоциями, последствиями убийства Марты. И думаю разобраться, что как, так что поехали! Не забудь поставить свой царский лайк, если ты хочешь продолжение этой игрушки, не забудь подписаться. И всем приятного просмотра, надевай наушники. Поехали! Ух ты, пока я графика. Вау! Ничего себе! Кофилкейт! Чао! Меня зовут Джулия. Джулия Ка. Я рада, что ты здесь. Давно ко мне никто не заходил. Многие годы. Я должна рассказать тебе свою историю, но не знаю, с чего начать. Так много всего. Стоило бы начать с самого детства, но мои воспоминания о нём туманы. Помню лишь лето 1929 года, когда меня отправили к няне. А мне это нравится. Графика мне очень нравится. Так, новая глава «Легенда лета 1929». Няня, ты расскажешь мне историю о белой даме? Нет, воробушек, не сегодня. Видишь, туман поднимается? Да, я помню, что в туман дама убивает юных девушек. Но почему она такая злая? Видишь, Лью и Джулия, боли, страдания могут толкать нас на дурные поступки. Даже если мы на самом деле не злые. Это как с солдатами, которые должны убивать других солдатов на войне. Знаешь, няня, мне нравится дама. Ей, бедняжке, должно быть так плохо. Хотя она все равно чуть-чуть пугает меня. Может, она убьет и меня, когда я подрасту? Станет ли она убивать того, кто ее любит? Конечно же нет. От этой мысли мне легче, ведь я люблю ее. А как же Марта? Ей грозит опасность. Твоя сестра вместе с мамой так, что не переживает. Скучаешь по ним? Нет. То есть, да, я немного скучаю по Марту. Но мне нравится проводить с тобой время. А теперь, воронушек, отправляйся в кровать. Уже поздно. Хорошо, няня. Я засну, и мне приснится дама. Она была красивой? Да, была. Очень. Тогда и в моих снах она будет красивая. А я буду такой же красивой, как она. Ты будешь еще прекраснее. Няня, раз дама не навредит ни мне, потому что я люблю ее, ни тебе, потому что ты уже не молода, можешь рассказать ей историю? Пусть на улице и туман. Пожалуйста, ну пожалуйста. И я сразу же засну, обещаю. Ох, ну хорошо. Всего, всего, всегда ты своего добиваешься. Я любила няню, и эту историю тоже любила. Каждый раз я слушала ее словно впервые, и с каждым разом эта история становилась все интереснее. И за дня в день я просила няню рассказать ее, даже несмотря на то, что мне было страшно. Даже сейчас я отчетливо помню каждый день, проведенный с ней, и то, как счастливой я тогда была. Так, белая дама переместит. Согласно древней легенде, в здешних озерах обитает дух юной девушки, которую убил ее возлюбленный. Она хотела лишь гулять вдоль берега с любым, и глядеть на старое дерево, что растет на островке посреди озена. Столько надежд и мечтаний, но ее ждала смерть, а не любовь. Бедняжка, это несправедливо. В жизни справедлива, милая, и мы должны уметь с этим справляться. Ладно, постараюсь, но меня это очень злит, няня. Продолжай. В отчаянии мужчина признался, что убил ее из ревности. За это его повесили на маленьком островке посреди того самого озера, где он убил девушку. Они везде ее искали, но так и не нашли тела. С тех пор, ее дух, известный как Белая Дама, заточен в глубинах озера. Она безутешно скорбит о потере любимого человека. Считается, что когда поднимается туман, Белая Дама покидает воды озера и бродит по лесу. В тщетных попытках найти свою давнюю, утраченную любовь. Охотники рассказывают, что в предрассветном тумане можно услышать женский плач. Это жуткая история, но дама мне нравится. Мне остановиться, воробушек? Нет, нянь. Папа всегда повторяет, что нужно бороться с своими страхами. Продолжай. Хорошо, золотце. Каждый раз, когда печально воспоминания той девушки, а той ночи тревожит душу дамы, она обрывает жизнь юной девушки. Лишь забрав столь молодую душу, дама может облегчить свои страдания, пусть и на мгновение. Вы побольше мне тексты давайте, чтобы я уже не смотрела на картинку. А то вы некрасиво тут даете мне тексты, субтитры. Пора читала одно слово, но ткоп. Доброй ночи, няня. Сладких снов, милая. Ой. Ну хотя бы эти диалоги спокойные, мне это нравится. Я проявилась с няней почти три года, но стоило вернуться домой, и я быстро забыла, что такое быть счастливой. Воспоминания возвращаются, наверное, ко мне лишь спустя 15 лет, в 1944 году, когда я становилась в этом доме. Мне нравилось устанавливать фотоаппараты в лесу озера. Отец конструировал устройство, которое крепилось к фотоаппаратам. Оно позволило делать снимки через определенные промежутки времени. Я что-то там пыталась. Спасибо, что вы теперь... Так, озеро. 16 июля 1944 год. Спасибо еще раз, что вы. Текст просто делается настолько ярким, что непонятно, что там за буквы. Спасибо. Так, взаимодействовать. Перемотать пленку. Спасибо. Спасибо, что сказала. Открыть фотоаппарат. Вынуть старую пленку. Это пособие, как работать с фотоаппаратом отечественным. Оу, красная пленочка. Ставить новую пленку. Если тебе нравится эта игрушка, то не забудь поставить свой лейкосик. Тогда я точно пойму, что ты хочешь в продолжении. И оно может закрыть фотоаппарат. Зарядить пленку. Чувствую себя сейчас каким-то инструктором. Установить таймер. Шкатулка поехала. Что это? Почти готово. Теперь нужно навести фокус. Вот это прорисовка-то. Посмотрите, какие руки, ногти. Ё-моё. На поверхности воды что-то плавает. Если я наведусь получше, то смогу разглядеть, что это. Используйте мышку. О! 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 Это... Это тело! Что? Это человек! Я должна помочь! Так, интересно. Мы будем всю игру управлять мышкой? Ладно. Хорошо. Мысль о том, что кто-то мог утонуть в моем озере, привела меня в ужас. Озеро было моим миром, где я могла мечтать целыми днями. Я затеряла своих мыслях, но это было как гром среди ясного неба. Так жутко. Пожалуйста, не надо такие светящиеся субтитры. Ой, ой. Ой, ты чего? Ой! Нормально. Взяли и выбросили одежду. Хорошо. Ой. О! Теперь мы более-менее играем. А это мне нравится. Нет, не играем. Мы закончили играть. У меня было бы страшно. Я бы не осмелилась. А вы бы осмелились? Я сразу заметила, что на ней было одно из моих платьев. Мне было страшно. Пытаясь не утонуть, стала... Я сама какого-то смогла вытащить безнадежное тело на берег. Только когда я несла ее на руках, я поняла, кто это был. Это была моя сестра-близнец. Часть меня. Мертв. Мертвый. Уму непостижимой. Я была в отчаянии. Я не знала, что делать или думать. Ну, чуть-чуть легче стало, но не особо. Зачем они сделали светящиеся субтитры? Нужно сохранять спокойствие. Я тоже тут. Марса не мертва. А вообще-то она мертва. О. О. Это невозможно. Это неправда. Ой. Ой, а что с текстурой? Беспокоиться не о чем. Да есть о чем. Все хорошо. Нет. Она мертва. Все будет хорошо. О, давайте без этих эффектов. Нужно сохранять спокойствие. Марта не мертва. Это невозможно. Это неправда. Марта, 26 февраля, 1923 год. Нормально ограбила сестру. Все хорошо? Ты не поранилась? Чего? Что ты делаешь? Давай, Эрик, беги. Родители побежали ко мне. Мама обняла меня. Она терпеть меня не могла, но сейчас прижала к себе. Ее тепло наполнило меня жизнью, и боль стала более терпимой. Я почувствовала себя защищенной. Марта, с тобой все хорошо? Она спросила меня медленно, чтобы я смогла прочесть по губам. Она думала, что я глухая. Она думала, что я это Марта. Я не хотела, чтобы этот миг у вас. И робко кивнула. Тогда я не понимала, что совершила нечто непоправимое. Прикинулась со струслой. Я могла выдать себя за Марту. Навсегда. Ух, бед натворила ты. Новая глава тела. Первый день со смерти Марты. Господь, Господь наш дарующий жизнь, умирающий. Да будет твоя жертва имя любви, принесена за душ. Марты, в руки твои я вверяю свой дух. Чтобы могла я воссоединиться с ней в вечном свете, небозна, мук, честинище. Господи, даруй ей вечный покой и пусть вечные светы зариты. Ой, Господи. Такое я никогда не читала. Эрик, ты не забыл зажечь свечи в зале. Гости уже скоро будут. Так, наконец-таки мы играем. У мамы всегда найдется дело для каждого. Оу. Оу. Нифига себе. Подсказки можно отключить в разделе настройка игры. Хорошо. Вау, сколько всего. Оу. Книги, книги. Снова книги на нашей биле. Их, наверное, все равно раз в 10 раз больше, чем здесь. Ты кто? Это ты мой отец? Папа должна быть совершенно подавлен. Он любит меня, а я поступила ужасно и теперь вынуждена смотреть, как он переживает мою смерть. Но я хотя бы могу зажечь за него свечи, чтобы он спал. Спокойно. Вроде. Это не папина охотничьи винтовки. Я никогда не охотился. Должно быть, няня оставила их здесь. Этот художник был другом дедушки. Я всегда любила его картины. В детстве я часами их разглядывала. Так. Папа, мама и бабушка с дедушкой. С трудом верится, что отец военный. Это скорее подошло бы маме, если бы она не была женщиной. Папин гобой. У нас был очень милый дуэт. В те редкие дни, когда папа бывал дома, конечно. Бобой? Что? Я уже забыла, что я прошла. Бобой? Бобой? Это что за инструмент? Ладно. Что это? Отец, я взяла какую-то штуку. Что мне с этим делать? Не зажечь можно? А! Да. А, это зажигалка! Вот оно что! А я-то думаю, что это такое. Ну, всё, сейчас приведём ритуал воскрешения. Ну, как же без него? Мы всё умеем, у нас большой опыт, мы всё знаем, как... А, когда ты заогонишь, можешь сходить за цветами. Или попроси Марту, если хочешь. Не на миг не успокоиться, даже в такое время. Ни на секунду не может посидеть тихо. Ой. Понимаю, понимаю. Так. Я не могу его выпустить, мы всё время должны слушать радио. Зачем? Любые новости о библине могут быть жизненно важны. О, отлично. Вот эта частота мне нравится. Так, это безавторские. Да, это безавторские слабо. Кто-нибудь придёт, забрайте чёртовы цветы. Значит, у меня глубоко чё-то там это. Когда мама о чём-то просит, скрываться невозможно. Ясно. Мама, ты перебила весь диалог, я теперь не знаю, что это. Так, телефон. Сейчас незачем звонить по телефону. Старая картина, она кажется мне такой печальной. Она вызывает у меня чувство глубокого одиночества. Она фотографирует это, я не могу понять. А то, знаете, у меня недавно такие глюки с экрана были. Я серьёзно. Всего лишь из-за включённых присутствий. Хорошие программы. Коробка с телеграфным аппаратом. Я умею им пользоваться. Папа меня научил. Да. Иногда хорошие программки делают. Чтобы исправить какие-то проблемы и создать пустановые. Папины троси, они такие красивые, но... Не могу сказать почему, но они всегда меня убивали. Уж потому что... Ими чё-то да убивали. Забери цветы у мамы, пока она не разозлилась. Ай, надоело. Ну шо, что такое? Мне что? Мне лучше уйти, если она сильно разозлится. Вали. А, ты всё равно что-то глуха. Господи. Спасибо. Пока. У меня всегда всё должно быть идеально. Всё всегда на своём деле. Вызывает Лондон. Начинаем серию специальных сообщений. Радость не чувствует радости. Дождь кончился. У меня светлая борода. Очень важно. Вызывает Лондон. Конец передачи специального сообщения. Цветы куда? Где волос? У меня уж были длинные волосы. А куда цветы? А цветы куда-то! Деть! Куда цветы-то, дети, а? А, вот сюда поставить цветочки. А мне дали без горшка или с горшком? А мне дали без горшка или с горшком? Где без горшка? Ой, страшно. 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 Перестаньте. Перестаньте. Что-то происходит. Кто дверь закрыл? Давай возьмем пилу. А? Давай пилу возьмем. Нет, давай возьмем топор. На всякий случай. Мало ли. Вдруг что? Вдруг маньяк. Эрих, Эрих, проснись. Думаешь, это подходящее для сна место? Что? Да я, должно быть, уснул. О чем они говорят? Нельзя здесь лежать. Почему бы тебе не пойти в постель? Нет, нет. Я хочу остаться с своей дочерью. С твоей дочерью? С твоей дочерью? У тебя есть еще одна, знаешь ли? И она еще жива, помнишь? О чем ты говоришь? Ирена, Джулия умерла. Как ты можешь говорить такие вещи? Как ты можешь? Тебе стоит подумать о Марте. Джулия избила Марту. Ты ведь об этом знаешь. И будто этого было мало. Вдобавок ко всему еще и бросила ее. Все та же старая пластина. Во всем виновата Джулия, да? По ее вине Марта глухая, а ты бесплодна. Думаешь, сейчас подходящее лето во время? Джулия мертва. Ирина. Мертва. Кто-то ее убил. Ты это осознаешь? Конечно, осознаю. Я все понимаю. Думаешь, я глупая? Я лучше всех понимаю. От нее были проблемы. Одни проблемы. Было бы лучше, если бы она вообще не решила остаться. Ты обезумел. Это я обезумел. Я? Ну, короче, понятно, что мать какая-то двинутая у нас. Отец адекватный, любящий отец. Они хотят задеть меня за живое. Да. Твоя смерть на моей совести. Я только и делал, что причинял тебе боль, Джулия. Моя бедная. Милая. Сумасшедшая девочка. Что я буду без тебя делать? Какой станет жизнь? Мы проводили так мало времени вместе. Но сейчас я думаю. Мы можем пойти порыбачить. Пофотографировать бабочек. Беру свои слова обратно. Он поехавший. Нет. Мы больше ничего не сможем делать вместе. Верно? Ничего. Ладно. Не поехавший. Так. Передачку и чечек. Пока мирные города Долины Энзи продолжают гибнуть под англо-американскими бордеровками, до нас дошли трагические веси искры окрестностей Ромаун. Милая девочка генерала немецкой армии Эри Хакка была убита неподалеку от своего дома, что могло послужить причиной для столь трусливого поступка. Карабинеры, немедленно поступившие к расследованию, надеются на это выяснить. Мама не сильно предавалась горем. Ее беспокоило только то, что моя смерть может быть болезненно сказана на марте, но мое отсутствие значительно облегчило ей жизнь. В конце концов, для всех было лучше, что умерла именно я, и для меня было лучше, что все вокруг так думали. Но чувство вины поглощало меня, и меня начало мучить. Кошмал. Кошмал. Меня начали мучить, Пайфаре. Марта. Марта, хорошо. Утратила. Нашла. Нашла. Я. 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 Хорошо. Я. Ладно, нет. Марта. Марта. Нашла. Нет. Значит, все же Марта утратила. Что вообще происходит? Это не согласуется никак. Нашла. Ее. Ее. Жизнь. Утратила ее жизнь. Нет. Марта. Утратила. Душу. 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 Говорим по слогам. Душу. Марта утратила ее душу. Ну, как бы, Марта утратила, в принципе, себя, жизнь, душу. Как бы, логика. Не понимаю. А вы понимаете? Я не понимаю. Да не смотрите на меня там. Ну, что ты так, а? О, Господи. Спокойно. Я даже не смотрю на это. О, Господи, Боже. Я не смотрю на это. Ой, нельзя смотреть. О, как шибанет что-то. Ой, ой, ой. Как плохо станет. Нет. Поэтому пока перерывчик от хоррора. Чтобы никому плохо не стало, неожиданно. Так, я... Хорошо. Я... Украла. Я украла ее. Я украла ее личность. Я украла ее личность. Отлично. Хорошие уведомления. Рост курса доллара приведет к росту цель на золото. Отлично. Спасибо большое. Чуть-чуть помешали. Спасибо. Какие цветочки? Это... Это... Это точно не... Что происходит? О, Господи. С нее снимает лицо? О, у меня просто мышки не хватает сколько? Коврик или мышки? Я имею ввиду, чтобы вот так вот водить. А, е-мое, что про... Вы чего? Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Я поняла, это кошмар Джулии. Ей снится кошмар, что вот так вот она украла личность Смарты. Ё-моё. Трес какой-то. Такое мы ещё не видели ни в одном хорроре. Это был всего лишь сон. Страшный сон. Жуткая женщина, лицо моей сестры. Хотелось бы, чтобы всё было сном, чтобы моя сестра сейчас спала в своей кровати. Но её кровать пустует. Такова действительность. Тут мы с Мартой на празднике святого покровителя. Это было всего несколько месяцев назад, а сейчас... А это что? Марта попросила мою фотографию, хотела вставить её в эту рамку. Хотела, чтобы я сделала выражение лица, которое её всегда смешило. Выражение, которое она не могла повторить. Она говорила, что это следы моей души. Может ли фотография запечатлеть душу? Могу ли я запечатлеть душу Марты? Новая глава. Новая глава. Комната. Думаю, на этом мы приостановимся. Если вам понравилась эта игрушка, то поставьте лайкосики. Я пойму, что она вам понравилась и сниму продолжение. Так что лайкосики, подписочка и... У меня есть сервис дискорды. Ссылочка внизу в описании. Там весело и проходят всякие опросики по страничкам и так далее. Так что, всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.